ну это серьезно вы же явно хотите меня наебать или явно сейчас что-то будет явно сейчас кто-то свалится я угадал еще один сука патроны всем привет друзья с вами евгений чьи это очередная омерзительная новинка которая называется scorn не пытайтесь найти это торренте или скачать в интернете это альфа даже я бы сказал закрытая альфа для тех кто когда-то поддержал разработку денежкой ну я собственно одни из тех людей взглянем сегодня попытаемся что это такое по сути дела задумка игры очень интересная потому что мы находимся на каком-то инопланетном даже не знаю корабль какой-то или планета это вокруг множество каких-то организмов множество каких-то монстров сплошные кишки везде какие-то инородные тела в общем ну знаете игра такого в первое впечатление которое вот она производит вот здесь еще как-то все очень цивильно всё очень классно если как-то то ползает дальше пройдем там всякие кишки будут всякие какие-то монстры непонятные которые состоят знаете вот есть ощущение когда какого-то монстра делают когда он сделал но какая-то форма есть какая-то вот вы понимаете что вот что вот он еще вот а там состоит в дальнейшем будем играть мы видим монстров которые по сути дела состоят из каких-то отдельных частей тела То ли это какие-то мутации, то ли это какая-то генная инженерия, которая неудачно вышла из-под контроля. Вот задумка сама интересная. По поводу того, что будет дальше, это альфа-версия, которая построена на движке Unreal Engine 4, Скорн, повторюсь, если кто не помнит. Как сделают игру дальше и что она из себя будет представлять, честно говоря, не знаю. Потому что сейчас, на данный момент, игрушка очень... Вот настроек как таковых, вот смотрите, это настройки управления, это графические настройки. То есть все, мы не можем настроить графику получше, мы не можем настроить графику похуже. По сути дела, она, скорее всего, настраивается автоматом. Почему? Потому что, видимо, она плохо оптимизирована, и поэтому, дабы не было у ни у кого лагов, те, кто тестирует это дело, чтобы люди могли нормально хоть посмотреть. Но то, что я видел в превьюшном трейлере, там в разы все было четче детализирование. Но, опять-таки, это альфа-версия. И мне, на самом деле, немножко поиграв, мне понравилось. Я подожду игру, я дождусь, и посмотрим, что выйдет в итоге. Ну, а сейчас глянем на альфа-версию. По поводу нас как персонажа, то мы сами по себе... Ну... Есть у нас оружие на данный момент. Дальше мы оружие найдем новое. Судя по тому, что я вижу по тени, мы как-то тоже слабо похожи на человека. Да, у нас есть свое тело, и, как видите, оно не совсем нормальное, тоже какое-то мутированное. По поводу оружия, то на данный момент у нас есть что-то вроде пистолета. Выглядит эта херня вот так вот. Опять-таки, все оружие здесь тоже какое-то футуристичное. То есть, здесь нет стандартных каких-то дробовиков, стандартных пистолетов. Да, есть пистолеты, есть дробовики, но они все какие-то органические. То есть, они все состоят из каких-то, ну, походу, живых существ. В частности, наш пистолет текущий выглядит вот так. То есть, вот эта херня, это, не знаю, то ли это зубы, то ли хер вузы. Но, по сути дела, да, зубы. С правой стороны, как видите, у нас крутилочка такая и вот маленькие точечки. Это зубы, это наши патроны, которые мы втыкаем вот в эти вот светящиеся... Так, у нас два, четыре, шесть. Да, шесть патронов в пистолете. Это зубы, которыми стреляет это самое существо. Как видите, оно живое. В дальнейшем мы найдем новое оружие, и оно также пристыковывается вот к этой рукоятке, которую мы только что отсоединили. То есть, все оружие, это тоже органика, это тоже живые существа. Что курили, на самом деле, разработчики, создавая вот этот вот проект? Я не знаю, но... На текущий момент очень-очень интересно. Ну, давайте поиграем, посмотрим. Здесь игра, кстати, довольно сложная. Все монстры, которые нам встретятся, они убивают почти до с одной плюхи. То есть, а некоторые плюются, это... Ладно, вас плюнули, вы потеряли хп. В частности, если кто заметил, иногда появляется красненькая такая полосочка сверху, это наша жизнь. Так вот, если они плюются, то хп отнимается не так сильно. Но если какой-то монстр подошел к вам плотную, то вы умираете с одной плюхи. Ну, я думаю, мы и не допустим этого. Посмотрим. Вот она, начинается вот. Вот большинство локаций представляет собой вот такая вот ересь. Бээээ. Такое ощущение, что кого-то вот стошнило на самом деле. В некоторых местах также складывается ощущение, что локации живые, потому что вы слышите постоянно какое-то чавканье, какое-то цвырканье. Так, это та самая Мосси, которую нам нужно поднять и в итоге перебраться на ту сторону. Блин, ну это реально, это плод больного воображения. Нет, оно, конечно, шикарно, но очень атмосферно. Оно создает такую иллюзию, знаете, какой-то беспомощности во всем этом. И самое охерительное, что ты не знаешь вообще, что это, откуда это, зачем это. Так, ну у нас есть мостик. Ну, как видим, мостик у нас заляпан, заляпан какой-то жижей. Все управление на самом деле довольно простое. Правой кнопкой мы достаем ствол, левой кнопкой мы стреляем. Если мы просто нажимаем левую кнопку, то это у нас кнопка действия. По сути дела, все. Прыжка как такового у нас на данный момент нет. Ну, я сомневаюсь вообще, что он, в принципе, будет кнопки WSD, это кнопки управления. Клавиша Shift, это бег. Приседания. Да, приседания пока что у нас тоже недоступны. И клавиша Q, это проверить боезапас. То есть посмотреть, сколько у нас патронов в оружии. Ну и, собственно, клавиша R, это перезарядка. На текущий момент это, в принципе, все кнопки. Так, ну мы уже поняли, что там нам делать нехер, потому что там какой-то блевотин и заляпаны кнопки. Давайте пойдем дальше. По поводу всех этих кишек и всей этой херни, мне это очень сильно изначально, когда я смотрел трейлер, так отдаленно напомнило Клифф Баркер Джеррика, если кто помнит. Это тоже был очень мясной шутер, там где мы управляли командой. И там у вас была возможность менять члена отряда. У кого-то там снайперка, у кого-то еще там что-то. Сука, я тебя слышал. У кого-то там снайперка, у кого-то пулемет, и вы могли переключаться на члена отряда, поднимать этого члена отряда. И там было дохерище всяких зомби и всяких монстров. Короче, игра сама по себе представляла что-то вроде шутера в каком-то постапокалипсисе, там где силы тьмы захватили мир. На самом деле, вот мясо там было дохерище, мясо там было везде, расчлененка. Здесь вот практически то же самое. И, блядь, и что самое забавное, здесь в каждой стенке есть дырки. Из каждой дырки, блядь, ты ждешь, что на тебя свалится какая-нибудь неведомая хуйня, в частности, как и отсюда. Так, тут у нас дверь, и нам нужен синенький камушек. Синенького камушка у нас нет, у нас пока что камушек оранжевый. Так, здесь у нас, походу, какой-то лифт. Да, давайте сходим сюда. Пока что игра, на самом деле, не пугает, потому что монстров, как видите, здесь никаких нет. Вот, при том моменте, когда нам необходима кнопка действия, у нас загорается такая зелененькая пиздюлька. Жмем просто левую кнопку мыши. И, как видите, у нас активировалась кнопочка. Так, что у нас здесь? Да, как видите, горит красным, потому что у нас ничего нету. Бэээ, что же тут, что это, блядь, за плевотина такая, фу. Ну, пока что, на данный момент, если кратенько так пытаться понять предысторию, то это была, видимо, некая цивилизация, которую захватил некий микроорганизм, либо просто организм, потому что, как видите, вот это вот, все вот эти сопли, все эти наросты, они выглядят ни хера не естественно для этих локаций. Это вообще жопа какая-то. Ладно. Так, а что это у нас такое? Фу, блядь, что это за клака такая? Блядь, выглядит так, как будто это какая-то чья-то прямая кишка. Так, ладно, пока что мы ничего менять не будем, потому что сюда, насколько я знаю, ложится наш камушек, и методом каких-то преобразований он превращается в синенький камушек, что позволит нам открывать дополнительные двери. Но пока что мы этого делать не будем, потому что у нас еще вроде как должны быть места, которые открываются этим оранжевым камушком. А, здесь уже синие. Хорошо. Там сзади, насколько я помню, было еще что-то. Так, отсюда мы пришли. Там залипшая кнопка, значит, пойдем сюда. Что-то где-то хлюпает, что-то где-то чрякает. Фу, фу, на самом деле. Нет, ну а на самом деле, ну мне нравится, ну прикольно. Да, гидка, да, фу, ну прикольно же. Вот, блядь, что это за херня такая? Блядь. Там кто-то есть. Фу, блядь, фу. Кого-то стошнило здесь, походу. Трупы каких-то существ. Так, ладно, а что здесь? Ого-го-го-го, блядь. Так, это почему? Потому что мы в эту херню наступаем, но здесь-то мы ходим нормально. В чем дело? В чем дело? Так, что-то я рисковать не очень хочу, но походу нам туда не нужно пока идти. Хотя у нас хп вроде не заканчивается. Заканчивается. А если попробовать? Не-не-не-не-не, блядь, все, нахер, 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 нахер. Нет, как вижу, с каждой секунды нам становится еще хуже. Нахер, туда мы не пойдем. Понятно, значит. Нас еще некоторые монстры оказывают на нас психологическое воздействие. И сразу вспоминается старый добрый сталкер с контролерами, которые нас практически, блядь, просто вот головой об стену били своим психическим воздействием. Сука, я же кого-то слышу с левой стороны. Блядь! Блядь, 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 блядь! Сука! На, блядь, говно! На! Фух, сука, подкараулил меня, падла! Блядь, я же посрался. Ну, пока что с физикой, как видим, небольшая проблемка есть, потому что он решил нижний тектоник станцевать своей башкой. Ну, кстати, да, здесь по поводу темы с зомбаками, херня эта работает, нужно стрелять в бошку, иначе херу бьешь. Фу, блядь. Что это за херня вообще такая? Бэ! Так, а что у нас по патронам? Сука, я в него просадил. Два выстрела, да. Давайте перезарядим. Хе-хе, блядь, фу. Ой, как биздец. Так, надо этому... Как видите, еще тяжело стрелять, то есть, когда вы идете, у вас прицел расширяется, то есть, стрельба не прицельная, поэтому приходится остановиться. Давайте ему сразу в бошку. Блядь! В стенку попал. Четенько сработали. Да, не ждите, не ждите... Бля, не ждите. Не ждите от игры, что вы будете здесь, как заправский вояка, бегать с пулеметом наперевес и херачить, собственно, всех этих монстров. На самом деле, все значительно сложнее, как оказалось. И, кстати, где брать патроны, я что-то тоже пока не совсем понимаю. Возможно, даже и неоткуда. А у тебя зубы есть? Чувак. Нет? Хотя, может, пнуть как-то можно? Не? Блядь, там кто-то есть. Там реально кто-то есть? Ага. Заклинило. А что там у нас такое? Сопли, сопли, сопли. О, блядь. Там дохилища таких висит. Трубаков. Ой, фу. Так, там у нас что? Синенькая дверка. Туда мы пока не пойдем. Посмотрим пока, что здесь. А что это у нас такое? О, у нас там пушечка какая-то лежит, насколько я вижу. Да, пушечка так. А это что такое? Блядь, что-то я не хочу в эту жопу. Ну, туда, может, член засунуть надо? Походу, мы туда будем руку сувать. Ну, это очевидно. Мне эта херня руку-то не отпиздюрит, не? Может, все-таки не руку? Может, шума другую туда засунуть? Ай, ладно. Засунем руку. Что за, блядь? Что за... Что за эти аудиторы, блядь? Так. Подождите. А как, простите, пользоваться? Так, проверить вооружение. Проверить, короче, запас это Q. Перезарядка R. Прицел удерживать правую кнопку мыши. Левый-правый шифт бежать. Левая кнопка мыши использовать. Мышка осмотреться. Движение ASD. Оружие 1. Оружие 2. Хм. А зачем мы этот штырь взяли? То есть, видимо, куда-то он нужен? Куда-то его втыкать-то надо? Ммм. Ну, окей. Так, по сути... Да, по сути дела это все. Где ты чевякаешь, маразота? Причем же это хуистика может... Блядь. Я тебя слышал, сука. Так, эта дверь у нас заклинила. Никого нету? Блядь. Да, сука. Сыкотно. А почему сыкотно? Да потому что убьют, блядь, с первой же тычка вплотную, если монстр к вам будет. Ой, блядь. Как там мерзко. Дыры какие-то проеденные. Эй, блядь, это трындец. Так, ладно. Побежали тогда делать эту нашу пиздюльку синюю, потому что нам больше идти-то некуда. Нам нужна... Нам нужна синяя... Синяя артефакт или синяя сфера. Хер вообще знает, что это такое. Так, а куда нам надо было? А нам надо было... Сюда нам надо было. Да. Да. Да, сюда, только вот в эту сторону. А, кстати, дверь мы закрывать можем? А вот это очень удобно, потому что если какая-нибудь неведомая херня будет за нами следом ходить, это нам поможет. А, во в чем прикол. Скорее всего, мы не могли ничего сделать, потому что сюда нам вот в эту вот... Блядь, вот этот инопланетный пердак нам нужно воткнуть наше вот это шило, которое мы только что взяли. Да, сейчас, как видите, корит зелененьким. Так, и здесь видим выемку под наш камушек. Видимо, сюда мы ложим наш камень. Хорошо. Теперь совокупляемся с этой машиной. Да. И... Сработало. Короче, все управление осуществляется клавишами WSD и кнопкой действия, то есть левой кнопкой мыши. То есть, блядь, я сейчас нажимал на все подряд и, как видите, сработало. Теперь у нас есть синенький камушек. Эмм, блядь, возникает вторая проблема. Я смогу теперь открыть? Эмм, а как так-то, блядь, если он у меня синий стал? Ну, окей, я понял. Ладно. Так, что у нас там, блядь? Нихуя не видно. Жмем кнопочку. Ой, блядь, сука. Теперь я понял. Вот это какая-то неведомая херня, которая как-то влияет на нас. А подстрелить мы ее с мягем? Я думаю, что не с моем. Блядь, ладно. Хер с вами, пойдем дальше. Там красная. Ладно, попробуем перебежать. Короче, да, проблема заключается в том, что нам не обязательно смотреть на нее. Нужно находиться, чтобы эта херня видела именно нас. Тогда у нас, вот, знакомо, наступают какие-то психические проблемы. Хотя, может... Не дождешься, сука. А вот это мне уже нравится. Я ему крылышко отстрелил, как видите, с первого выстрела. А со второго уже стрелил бошку. То есть расчлененка у нас здесь работает. Это уже радует. Вот, уже хорошо. Фу, блядь, какая мерзость. Блэ! Блэ! Так, комнатка какая-то, но нам туда пока что не попасть. Ага, вот мы попали к мостику. Только с обратной стороны. Да, вон та самая кнопка, которая залипшая. И нам надо поднять вот эту вот херню. Блэ! Вот эта херня сейчас все не повылазит на меня? А учитывая, что у нас, как бы... Эм... Два, четыре, шесть, двенадцать выстрелов. Двенадцать выстрелов, по сути, делает и двенадцать монстров, если попадать прямо в бошку. Ну, вы же сами понимаете, что я, блядь, косой. В бошку я точно не попаду. Никого нету? Ой, фу, блядь. А что ты делаешь? Блядь, только что просрал выстрел. Ты живой? Э! Оно их жрет или что оно делало? Оно присасано... Присосано было к бошке. Что-то какой-то странной ассоциации с Прометеем и Щуджими относительно вот этих всех монстров. Очень, друзья, знаете, похоже. Но суть в том, что... Фу, блядь, и перезрал, что он сейчас поднимется. Да, пройти мы здесь не можем. Значит, нам нужно каким-то образом... Оказаться на той стороне и уже пройти по мостику. Да, нужно возвращаться. Перезал... Ах ты, блядь. Ну ты же встанешь, сука. Лежать, сука. Не попал. Отлично. Блядь, 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 блядь. Плохо. Патроны расходуются, и это крайне херово. Нет, не пизди, ты мертв. Короче, в идеале нужно... Блядь. Да, в идеале нужно делать два выстрела. Ну. Блядь, хотели экшен, нате вам экшен. А проблема в том, что патроны-то заканчиваются, друзья. На, сука. Вот этим, блядь... Нет, нет, нет. Сука, у меня осталось пять выстрелов, и все. Зубы кончились. Придется свои выбивать. Ну, ты же дохлый, блядь, правильно? Конечно, правильно. Ох, нихрена себе у вас тут. Вот, если честно, интересно узнать сам сюжет, саму историю. Я все-таки надеюсь, разработчики смогут сделать что-то поистине интересное, цепляющее. Что у нас здесь за дверью? Спуск вниз. А, что-то мне подсказывает, что здесь я спущусь как раз-таки вниз туда, куда мне нужно. Но ведь, серьезно, вы же явно хотите меня наебать. Явно сейчас что-то будет. Явно сейчас кто-то свалится. Я угадал. И еще один. Сука, патроны. Давайте попробуем с одного выстрела. Нет. Увы. Пиздец, последний выстрел. Хоть ты себе его в башку запусти. Ну, ладно. В общем, да, как видите, выстрел в голову одного выстрела ничего не дало. А вот со второго выстрела... Бревотина эта сдохла. Плохо. У нас остался один патрон. Мы можем убить только цыпленка. Так, ну идти нам, в принципе, больше некуда. Только вниз спускаться. Я все же надеюсь, что мы сейчас дробовичок возьмем и продвинемся... Чуть-чуть подальше. Блядь. Уходи. Уходи, говно. Вот я же сказал, что эти педики живут в этих норах, в этих дырах, блядь. Бежать. Женя, бежать. Бежать, блядь. Нахер, нахер, нахер. Пошли все нахер. Давай, давай. Блядь, я здесь был, не был. Сука. Блядь, атмосферно, это я, конечно, понимаю. Нахер. Блядь, что за херня? Ух ты, блядь, далеко пуляешь, сука. Давай, открывай. Походу, друзья, на этом все. Мы прошли с корн. Ну, все-таки нет. Дробовичок я все-таки получу. Ай, теперь я, собственно, понял. Помните это самое начало, там, где мы не могли зайти в комнату, потому что на нас что-то там как-то давило. А там мы нажимали кнопочку и поднимали лифт. Так вот, мы поднимали лифт с этой самой блевотиной. Теперь мы можем зайти в эту комнату. Вот этот самый лифт. Мы подняли эту хуйню наверх. И теперь мы можем собрать наш дробовик. Мать его. Учитывая, что я, блядь, начал второй раз играть и что-то как-то израскутывал все свои патроны. Вот он, мой красавец. Это, конечно, клево. Три выстрела и три еще в запасе. Да. В итоге шесть выстрелов. Я так все-таки понимаю, что этих шести выстрелов нам, думаю, хватает на шесть монстров. Да? Да? Да, блядь. Ёп. Ну, в общем, понятно. У меня хп было мало, поэтому нас ёбнули. Ну, да ладно. В общем, друзья, мы успели посмотреть, что это за такая очень-очень коротенькая альфа-версия. Успели ценить всю ту мерзость, всю ту вакханалию, которая творится на экране. Мерзко, да. Страшно местами драйвово, тоже местами, особенно когда патроны заканчиваются, приходится убегать. Ну, в общем, что нам остается? Остается, друзья, нам ждать выхода всего необычного творения и посмотреть, что в итоге получится разработчиков. Я думаю, все-таки демку они тоже выкатят, чтобы сравнить, что было, что не было, что вырезали, а что добавили. Но, понятное дело, что игра еще будет меняться очень-очень сильно. Но пока что, знаете, интригует. Очень-таки атмосферно. Ну, спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться и ставить лайки. С вами был Евген Ильич. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok